SCP-1415. Рукавица плоти. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1415 следует содержать в вмонтированном в стену металлическом сейфе размерами 35х35х35 см. Сейф должен находиться под круглосуточной охраной, состоящей не менее из двух сотрудников службы безопасности. Сейф должен быть оснащен кодовым замком и простой металлической дверью на петлях. Для извлечения объекта потребуется одобрение как минимум одного сотрудника с третьим уровнем допуска, или доктора Тегри. В последнем случае доктор Тегри извлекает объект из сейфа самостоятельно, не разглашая комбинацию к замку. Описание. SCP-1415. Беспалая кожаная рукавица. На левую руку. Объект периодически расширяется и сжимается, подобно грудной клетке дышащего животного. Объект был помещен в исследовательскую зону 6 без инцидентов и передан в ведение доктора Тегри для исследования. Аномальные свойства объекта проявляются, если носитель рукавицы берет ею за любой предмет таким образом, чтобы контакт предмета с ладонью рукавицы был полным. Этот запуск запускает процесс, длящийся от 1 до 3 секунд. Означенный объект преобразовывается в живой организм, состоящий из человеческих тканей. При этом в организме носителя рукавицы происходит разрушение тканей в пропорции примерно 1 грамм ткани на 500 грамм массы преобразованного объекта. В случае гибели носителя рукавицы преобразование также может быть запущено, однако объекты, преобразованные с помощью мертвого носителя, также оказываются мертвыми. Примечание. В ходе опыта номер 6 выяснилось, что рукавица также может быть надета на нечеловеческие конечности. Приложение. Протокол экспериментов 14.05-01. Опыт 1. Субъект ДМ-14.15-01. Латиноамериканка. Цель ДМ-14.15-02. Мужчина. Европеоид. Результат. Цвет кожи, глаз и волос ДМ-14.15-02 становятся идентичными таковым у ДМ-14.15-01. Также у ТМ-02 появляется набор женских половых органов. Субъект становится гермафродитом. ТМ-02 приобретает непереносимость лактозы, каковая наблюдалась у ТМ-01. ТМ-01 потеряла около 200 грамм жира без каких-либо отрицательных эффектов. Примечание. Позднее было повторно установлено полное генетическое сходство ДМ-14.15-02 и ДМ-14.15-01. ДМ-14.15-02 попросил об устранении. Просьба была удовлетворена. Опыт 2. Субъект ДМ-14.15-03. Мужчина. Европеоид. Цель 1. Автомобиль. Вольво. С60. Результат. Все материалы цели преобразованы в живую ткань. Фары схожи по строению с человеческими глазами, но обладают свойством биолюминесценции. Колеса преобразовались в короткие ноги, похожие на строения, на младенческие. Вместо приборов управления образовалась структура из нейронов крупного размера, выполняющая те же функции. Сидения состоят из тканей, схожей по структуре с мышечной тканью языка и покрыты омерзительной влажностью, слизистой оболочкой. Преобразование разрушило всю правую руку и большую часть грудной клетки подопытного. Примечание. Автомобиль был переведен в гараж зоны хранения 48 с присоединением номера R-1415-02. Судя по всему, автомобиль не нуждается в пище, а для заправки используется небольшой рот на месте, где раньше была расположена крышка горловины топливного бака. Автомобиль всеяден в пищу, пригодна любая человеческая еда. Исследование показало, что автомобиль генетически идентичен D-1415-03. Подопытный был устранен. Опыт 3. Субъект D-1415-04. Женщина-европеоид. Цель полностью за сетеленная двуспальная кровать с каркасом. Результат. Полное преобразование цели. Подушка преобразовалась в органы, похожие по структуре, на легкие, способные сжиматься и расширяться. Одеяло преобразовалось в лист кожи, премросший к нижней кровати. Ножки полученной кровати имеют суставы и способны к передвижению, но без внешнего стимула объект не двигается. В изголовье сформировалась костная структура с несколькими органами, похожими на глаза. Движение и моргание глаз не скоординировано. Преобразование разрушило правую руку субъекта. Примечание D-1415-04. Категорически отказалась спать на полученной кровати, жалуясь на то, что там с ней разговаривает и знает, как ее зовут. Скорее всего, данный эффект имеет полностью психосоматическую, а не аномальную природу. Опыт 4. Субъект D-1415-04. Цель. Каменный блок размером 4х4х5 метров. Результат. 99% камня было преобразовано в человеческую ткань. D-1415-04 была поглощена полностью, за исключением некоторого количества крови. Сразу же после этого цель осела, раздавив одного из сотрудников и нанеся ранение двум другим. Примечание. Примерно через 3 часа полученный блок пополз на ребрах к двери камеры и покосился в сторону окна в двери. Сотрудники попытались обеспечить блок питания, но не обнаружили ничего похожего на пищеварительную систему. Блок подключен к массивной капельнице. Вопрос об устранении полученного объекта находится на рассмотрении. Опыт 5. Субъект D-1415-05. Индус. Высокий уровень физической подготовки. Цель. Одно искусственное сердце. В ходе опыта D-1415-05 в ярости напала на доктора А. Секречен и схватила ее за халат. Результат. Халат доктора А. Засекречен был преобразован в человеческую ткань с гладкой внешней поверхностью. Предмет сжимается, расширяется, что напоминает доктору А. Засекречен сам сущее движение и было найдено ей до крайности неуютным. Под воздействием электрического тока сжимается. Примечание доктору А. Засекречен рекомендовано. Не снимать халат в виду, образовавшийся у предмета физиологической привязанности. Требуется дальнейшее исследование. Опыт 6. Субъект взрослый особь коровы. Цель. Один. Блендер. Результат. Форма рукавицы изменилась на подходящую для коровьего копыта. Блендер. Преобразован успешно. Механизм измельчения преобразования в мощную челюсть, которая измельчает пищу. Предмет предпочитает растительные материалы и не измельчает мясо без принуждения. Преобразование разрушило большую часть туловища коровы. Примечание. Установлено генетическое сходство цели и коровы. Стоит отметить, что отношение преобразованной ткани к разрушенной значительно хуже, чем в опытах с людьми.